Обычно среднестатистическая сука средних размеров рожает на 63-й день, то есть на 63-е сутки. Вот вы должны, как бы сводили собаку на случку, хорошо поставили галочку и начинаете уже отсчитывать этот период времени. Где-то за неделю, за 10 дней, лучше за 2 недели начать вам нужно измерять температуру собаки, то есть у собаки измеряется температура ректально, то есть это не в пасть, не в подмышку ни в какую, а соответственно в анальные отверстия. Специально градусник, градусник у вас должен быть не ртутный, вы понимаете о том, что ртутный градусник стеклянный может просто обломиться. Технику как измерять температуру тоже посмотрите в роликах, но температурные измерения, темпераметрия, скажем так, это очень важный процесс для того, чтобы не пропустить начало родов. Особенно у суки-первородки. Почему? Потому что если вы не отследите этот момент, то есть по температуре там произойдет скачок температуры, то плод может погибнуть внутри собаки, да, и соответственно приведет это к каким-то вполне возможно необратимым последствиям, но придется вам, вы можете потерять просто-напросто щенков и потерять суку, если не обратите на это внимание. Поэтому температуру начать измерять лучше, конечно, если вы начнете где-то недельки за две до того, как у вас должна будет собака родить. Ректально два раза в день измеряете температуру, берете тетрадочку, в этой тетрадочке рисуете график какой-то и прям вот, прям отмеряете четко, когда у вас какая температура у собаки. Как только собака готова к родовой деятельности, то есть готова к родам, обычно это происходит где-то за сутки, происходит температурный скачок, то есть вы увидите, что у вас температура, обычная температура где-то около 38 градусов, да, там 38, около 39 градусов, она может упасть у вас до 36, у маленьких пород там 35 может быть температура, да, и как только опять она начнет расти, где-то до температуры 37,2, там 37,3, все считайте, что где-то в течение суток ваша собака уже родит. Итак, следующий этап, мы с вами пойдем, я вам сейчас буду рассказывать о том, как подготовиться, что нужно приготовить для того, чтобы роды прошли без осложнений, чтобы у вас все было под рукой. Идете в аптеку, идете в аптеку, покупаете в аптеке разовые лучше стерильные хирургические перчатки, причем покупаете не одну пару, покупаете, ну, пар 10, наверное, надо будет вам купить, чтобы не руками, потому что если там надо будет принимать плоды, там, да, принимать, скажем так, послед, чтобы все это делали, вы, как бы, стерильными руками, потому что, чтобы не занести инфекцию, естественно, собаки, да, хотя собаки считаются, как бы, вот, по некоторым понятиям полустерильными животными, но, тем не менее, для того, чтобы не занести инфекцию, ручки должны у вас быть чистые, поэтому, если нету перчаток, приготовьте какой-то бактерицидный раствор, да, там, спиртовой, сейчас очень много всяких антисептиков продается для того, чтобы у вас были. То есть, смотрите, хирургические перчатки вы покупаете в аптеке, покупаете раствор антисептика для того, чтобы обработать инструмент и руки, покупаете очень много, очень много, но можете не покупать, можете выстирать хорошо, потом прогладить, очень много всевозможных тряпочек, типа, там, знаете, старых простыней, чтобы они влагу впитывали достаточно хорошо. Лучше, если они будут белые, для того, чтобы, собственно говоря, вы видели, какого цвета там выделения идут у собаки, тоже немаловажный такой фактор. То есть, смотрите, идете в аптеку, покупаете перчатки, антисептик покупаете, покупаете в аптеке, я позже объясню, для чего, такой гормональный препарат окситоцин должен у вас присутствовать, он стоит недорого, в человеческой аптеке в обыкновенной продается, то есть, раствор окситоцина вы покупаете, если родовая деятельность у собаки прекратится, чтобы вы были готовы поставить ее икул. Это я попозже расскажу более подробно для него, просто знайте о том, что его нужно купить в аптеке. Также в аптеке нужно будет купить препарат кальция, глюканат кальция, глюканат кальция, что еще, что еще, ну и, соответственно, шприцы для того, чтобы поставить. То есть, шприцы, ну, штук 5-10 двухкубовых шприцов возьмите, чтобы они у вас в наличии были. Ну и, собственно говоря, все, то есть, то, что нужно купить вам в аптеке. Также вам надо будет приготовить суровую нитку для того, чтобы перевязывать пуповину. И если у вас есть такая возможность, то есть специальные такие зажимы, да, типа такие на ножницы похожие, хирургические зажимы. Они, кстати, тоже продаются в аптеке, либо в каких-то магазинах медтехники, а для того, чтобы пережать пуповину, если собаку у вас сама не будет перегрызать. Итак, я перечислил, что вам нужно приготовить.